Вы слушаете Радио Болтком Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком Открытая кухня Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже Дегустации в прямом эфире Каждый понедельник В 17.00 на Радио Болтком Добрый день дорогие радиослушатели В эфире программа Открытая кухня Я Валерия Иванова рада всех приветствовать Ну уже точно уж мы зафиналили все праздники И пора возвращаться в рабочий ритм Но это не отменяет того Что мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми И сегодня поговорим максимально много Про шампанское вино, культуру, сомелье И всю винную тематику Ну конечно же мы предупреждаем Чтобы мы вам сегодня здесь не рассказывали Алкоголь очень пагубно на вас влияет Ни в коем случае мы не пропагандируем Но знакомим сегодня с очень-очень интересным персонажем Из инстаграма Это сегодня у нас в студии Дистанцион Арсений Хвостовой Он себя позиционирует как юный сомелье Он является полуфиналистом конкурса Сомелье 2020 Членом также латвийской ассоциации сомелье И собственно Арсений Просто покорил уже сердца сотни людей У себя в инстаграме Где он дегустирует различные виды алкоголя Со своей бабушкой И радует глаз Арсений, привет! Как у вас настроение? Да, здравствуйте! Отличное настроение, спасибо! Как у вас? Да, было бы, конечно, получше Если бы не завалило так сегодня снегом Если бы можно было дойти до студии быстрее Но в целом, да, конечно, хорошо, красиво на улице Так что нормально Ну, давайте мы перейдем тогда с вами к нашему интервью Арсений, расскажите, чем занимались, где учились или занимаетесь И как вы пришли к тому, что себя стали позиционировать как юный сомелье? Ну, во-первых, начнем с того, что, на мой взгляд, самый главный факт То, что я до 18 лет алкоголь вообще не употреблял То есть даже не пробовал Это, ну, можно назвать даже фишкой моей И после того, когда мне Собственно, когда я стал 18-летним Поехал в Италию Просто туристическая поездка И там все пили алкоголь У всех белое вино стояло И мне стало интересно, почему оно так всем нравится И благодаря этому я, собственно, заинтересовался Курсы, говоря о курсах В Латвии на самом деле не учат Я сразу расскажу для тех, кто, может быть, хочет Это получить, это образование У нас есть курсы, допустим, на Бувайн Собственно, куда я и пошел Там основная школа, базовая, 5 лекций Игристые, красно-белые и так далее Вот, там просто минимальная база, которая вот у меня есть И остальное я все сам Потом я пошел, конечно же, на Францию еще Там тоже база исключительно Там никаких углублений не будет И курсы, это, в принципе, больше подегустирую Потому что в основном, конечно, тут уходят люди Которые просто хотят отдохнуть Ну и что-то новое узнать Допустим, узнать, что просека – это не шампанское Вот Это по поводу курсов, которые я тут проходил Вместе с этим я, конечно, сам дегустирую И пишу в Инстаграме Это как бы и самая главная фишка Инстаграма То есть все знания, которые вот я, допустим, про определенный регион знаю Я их в Инстаграм выкладываю в заметки Вот Ну, пожалуй, так для начала Хорошо А когда вы были еще там школьником Кем мечтали стать? Какая профессия у вас? Ну, школьником я хотел на юриста идти учиться Ну, то есть у меня сейчас Гайпьер Я закончил в прошлом году обучение в школе Соответственно, сейчас год отдыха Я хотел на юриста идти Но теперь, я думаю, наверное, нет пока что Потому что, ну, это абсолютно другая история То есть юридическая и винная А с Амелье, как бы, там нет высшего образования Выше есть инолог Инолог, кто там создает все вот это Это мне не так интересно Мне больше интересно про продажи, про вино И так далее Про гостей Вот Поэтому пока еще надо думать Ну, может быть, вам тогда стоит пойти учиться Когда-то на сервис гостеприимства На ресторанную школу какую-то делать Я тоже думал, что есть такое Как управление ресторанами и гостиничным бизнесом Но я пока не знаю Но здесь я не вижу перспективы вообще Тут делать нечего в этой стране Я считаю, что Россия – это как бы Самый ближний партнер с большими ресторанами И с местами, где можно учиться Вот для тех, кому интересно В России есть школы Амелье Их несколько штук Есть и от Simple Group Есть от частных, скажем так, независимых Амелье Так что там, если учиться на Амелье Там есть прямо школа Которую надо ходить несколько месяцев Экзамены и все дела У нас здесь просто детская история Для просто, между прочим, узнать Омрачили, омрачили Ну да Я как бы так говорю Потому что это правда А кто-то думает, что у нас все шикарно Но это нет Это не правда Тогда, соответственно, вы можете планировать Смело следующий год уже где-то за рубежом Но все зависит, конечно, от того Что будут ситуации мировой В плане того, что можно ли будет путешествовать Выезжать без особых проблем Ну что ж, на этом пути могу только пожелать удачи Давайте поговорим про ваш блог Спасибо Насколько это для вас уже стало каким-то бизнес-аккаунтом Или все-таки это хобби И какие вообще у вас цели, перспективы То есть, возможно, какие-то рекламные делать Прикольные ролики С теми же поставщиками алкоголя Какие-то дегустации проводить в прямом эфире Ну, во-первых, на мой взгляд Бизнес-аккаунтом нужно стать только если его монетизировать Вот, он пока не монетизирован Потому что у меня нет ни своего инфопродукта Ну, то есть, допустим, как многие сомеле Допустим, в странах СНГ Они делают инфопродукты И там рассказывают о вине Там учат людей вину У меня такого нету Либо же те же самые дегустации проводят Так что это пока что хобби Которое я в скором времени должен как-то монетизировать Еще одна цель уже за первые 10 минут Я планировал дегустации, может быть, какие-то дела Потому что, опять же, сравнивая, может быть, с Россией Постоянно это будет Но по-другому не знаю как Поскольку у нас дегустации нет участников На мой взгляд, по крайней мере, вот Которые здесь на поверхности, скажем так Это проводит компания Это монопольная дегустация То есть с уклоном на определенный ассортимент У нас нет, допустим, опять же, подчеркнув, как в России По меньшим ценам, полторы тысячи рублей примерно И там разные вины, которые с ними сам вот так выбирают А не вот это Вот это мое вино, я его продаю Покупайте только у меня и так далее У нас все про монополизм И это неинтересно вообще И можно было бы сделать так, например Но как бизнес, проблема и решение Проблема в том, что у нас этого нет Никто частник не ведет практически Ну вот я бы мог это делать Но сейчас, опять же, я понимаю, нельзя Не знаю Не слежу за правилами всякими Ну сейчас, да, нельзя, действительно Но мы хотели бы порадовать наших радиослушателей Небольшим конкурсом от Арсения Давайте, Арсения, расскажем, значит Что у нас сегодня за задача для радиослушателей? Да, мы придумали задачу такую творческую Если бы вы были бы виноделом И производили собственное вино Как бы вы его назвали? Ну то есть самое интересное название Самое творческое Победит и в подарок мастер-класс Где я для вас проведу дегустацию Будь то онлайн или оффлайн Как вам удобнее Там несколько человек в том числе Может спокойно присутствовать Ну как обычный вечер То есть для того, чтобы было просто интересно Отпить вино, я могу рассказать про это вино Наливать, сделать это более в такой веселой атмосфере То есть если наши радиослушатели Хотят провести более как-то интерактивно В свое время, да, еще и с пользой Узнать по большей вине Присылайте, пожалуйста, свои варианты ответов На номер 6721-2939 Это если вы хотите высказать свое мнение в студии И на WhatsApp 230-6191 Еще раз повторю Что вам нужно придумать свое вино Как бы вы его назвали Возможно, как бы вы его оформили И в подарок вы получаете Винный мастер-класс от Арсения Хорошо, Арсения Значит, с бизнес-аккаунтом И с тем, что у вас есть такая цель И что к этому еще нужно идти Мы разобрались Что вас реально вот самого вдохновляет На там какие-то суперинтересные видео Яркие, запоминающиеся Потому что я точно так же была Всего лишь зрителем Который там периодически что-то там смотрит в ленте Да, и наткнулась на ваш блог И пропала на час Потому что действительно очень весело И прикольно вы все это так организовываете Ну вот, особенно с бабушкой, конечно Ну вот расскажите, как вы все этот контент создаете? Ну, контент просто Вот то, что мне хочется То я и как бы делаю Просто у меня нету Особо вдохновляться нечем Я сам просто Мне нравится всякая веселая штука Скучно пить вино Допустим, открывать шампанское Привязывать его еще Стрелять Собрать, что это для детей Мне нравится, чтобы это все летало по квартире Выливалось И это весело Вот Там, не знаю Даже пить какое-то, ну Будем говорить таким языком Трэш-вино Советское шампанское Рижское шампанское Ну, это ужасно И пить это на камеру И смеяться Это весело Вот Поэтому ничем не вдохновляюсь Я всегда даже в школе делал Всякие смешные видео Там не про вино было, конечно Там всякие а-ля фильмы какие-то И так далее Разные такие Творческие занятия были А сейчас это просто про вино В основном Вот Ну, а как это у вас происходит? Вот вы сидели Просто придумали Или вы делаете какой-то план Например Видео на неделю ближайшую Потому что у вас контент Постоянно То есть идет у вас И сторис И прямые эфиры И в ленте у вас появляются Очень часто Всякие фотографии Ну, у меня так было Что, допустим, вот Рождество Это очередной повод Выпить шампанское Мне подарили шампанское Я просто придумал сделать смешной вид То есть это вот так Появляется в любое время Абсолютно там Может быть ночью Может быть утром Неважно То есть я просто прихожу И делаю Или там открыл холодильник Нашел советское и рижское Конечно же я решил Показать, что это такое Потому что сам бы, конечно Никогда бы это не купил Разве что Для шутки А бывали ли такие случаи Что, например, вам подписчики Писали вот Арсений То есть такое вино Можешь ли ты его попробовать И рассказать о нем? Ну да Ну они писали Но там вина были Масс-маркет Я даже Ну не буду это думать Об этом Там вина были Просто неинтересные И тратить на них деньги Не собираюсь А что в вашем плане Неинтересные вина? Масс-маркет вина Которые просто там Миллион бутылок в год делают Без души Без ничего Вот такие вина Ну для простого потребителя Который даже На минутку не задумывается Что он пьет Вот такое предлагали Да Не ножными на трэшу Но как Что еще раз? Да-да-да Я слушаю вас Говорить А вот не то что Как рижское Допустим шампанское То есть это кошмар просто А предлагали Вот какой-то Я не буду называть марки Что я Сам эти не знаю С нижней полки магазина Вот такие вины предлагаю Мне это неинтересно А зачем? А что вы отвечали Своим подписчикам на это? Ну сказал Что Рассказывал Что это за вино Что это Очень такой промышленный продукт Очень промышленное вино Мне неинтересно И призывал пить Другое что-то Призывал Окей А вот вы упомянули Рижское шампанское Советское шампанское Как думаете Почему он до сих пор Выпускается Если оно Настолько плохое? Выпускается Потому что люди необразованные Они пили В Советском Союзе Вот это пили И они пьют Вот И все Кому-то нравится Я не знаю Потому что рижское Там не назвать Даже шампанским Ну понятно Не назвать И грезит Не назвать Потому что там нет пузырьков Вот А советское Ну Много чего выпускают Это бизнес Это про бизнес Просто история в основном Потому что это промышленная Такая ситуация Когда им важны деньги Они Что-то там История И так далее Но это тоже имеет место быть В любом случае Потому что не все будут покупать Там задумываться Какие-то там Сложные Интересные вина Вот если выпить Вот так У нас есть звонок Давайте послушаем Из-за неоправдованности людей Алло Добрый день Вы в студии Добрый день Вот я послушал Вот этого молодого человека И мне больно за него Назвать людей Живущих в советское время Безграмотными Это насколько надо быть Нахалом И невоспитанным человеком Ну я так не назвал Для начала вы должны послушать Что я конкретно говорю Потому что я сказал Что у меня был задан вопрос Если вы внимательно слушали Вопрос был такой Почему это производится Я объясняю Что производится Из-за того Что люди необразованные Я не упомянул Что конкретно люди Которые проживают В Советском Союзе На повторе Потом просмотрят Когда будет у вас желание Они безграмотные Я просто сказал Что люди в Советском Союзе Такое шампанское пили Точка Так что В следующий раз Будьте внимательны И следуйте тогда цитатам Конкретно Которые мне говорят Спасибо Вы закончили Извините Мы не будем ссориться В прямом эфире Продолжим лучше Да Бывают разные Арсений У нас радиослушатели Видите Оскорбили Чувствовать Это же мужчина Звонил И уже рассказывал Что он любит кушать Вот именно кушать Ем Я в ресторанах И так далее Но это мы обсудим Ресторанную культуру Так что Вы изучили Все кто звонит На радио в балкон Я такое первый раз От нашего Госта слышу Уже запомнили Кто что говорит И комментирует Как Ну да Ну я в открытой кухне Я смотрел Вот мужчина Мне кажется Это он и звонил И рассказывал Поварам Что дегустация Это не то что нужно Нужно есть В ресторане Подешевле поесть Я поняла Да То что вы в сторис Встрече Окей Ладно Давайте переведем Немножко тему Какой в целом Вы фидбэк Получаете От подписчиков Ну помимо Таких вот звонков Которые вы только что Услышали Такое тоже было Такое было Вот похоже Девушка Писала Например То что После этих роликов Про рижское Она писала Что вот Вы сноб Вы там Хотите чтобы все пили Болинжет А там же И так далее Вот может быть Там нет денег И так далее Но она потом поняла Что мою позицию И все В основном Конечно позитивные Потому что Всем нравится видео С бабушкой Это в первую очередь Когда мы там С ней что-то делаем Смешное В том числе Вот опять же Плохие вина пьем Иногда Это позитивные фидбэки Вот когда-то Были негативные Но этого уже нет Там какие-то персонажи Определенные Что-то говорили Там Неинтересно для диалога Просто Вот как здесь То же самое было В основном Да Все положительность Ну вот то что Бабушка Да у нас Вызывает позитив И хорошие эмоции Это я соглашусь Абсолютно То есть Кто не видел Дорогие радиослушатели Посмотрите В инстаграме У Арсения Очень много Видео всяких Которые действительно Поднимают настроение Как бабушка Сама согласилась На такую авантюру Она знает Что ее выкладывают Вот на все просторы Интернета Ну да Да И как она к этому Отнесется Ну она знает Да Но она как согласилась Я просто говорю Будем сейчас снимать И все Это же недолго Это быстренько Просто засняли И все Не ну бабушка Ты стала прям персонажем Я не специально покупаю Чтобы Что еще раз Ну бабушка Прям персонажем Стала таким Запоминающимся Ну да Ну да Кто-то знает В России Кто-то ее знает Ну в какие-то магазины Прихожу Мне тоже там говорят Мы там видели Про бабушку Видео и так далее То есть бабушка Уже звезда стала Такие вот моменты Да Ну да Да Сколько? 88 лет Да бабушке вашей? Ну сейчас 1 января Да Исполнил с 88 Ну поднимаем Да Вымышленный бокал За бабушку С днем рождения Ее поздравляем Ну вот такой да Внук творческий Попался Хорошо Арсений Что касается Вот сомелье В целом Профессии Что Это для вас Почему Эта профессия В целом Очень Такая Интересная И Постребованная Даже в Латвии Ну мне кажется Что сомелье Это в первую очередь Если определение Мое Простить это Профессионализм Но только Есть Две группы Сомелье Это есть сомелье Которые просто Знают что-то Есть такие углубленные То есть сомелье Которые исключительно На конкурсы То есть они Для конкурсов Учат очень сложные вещи Которые никогда Не пригодятся Никому в ресторане Не нужно будет знать Какой-то там Апелласьон Метр на метр Который где-то В швейцарских горах Наконец Никому это не нужно Это для конкурсов Это тоже профессионалы Самого высокого уровня Но опять же Сомелье Это больше Про волшебство Потому что Если начинаются термины Если начинаются Все вот это По правилам Это там Такой виноград Это уже не про волшебство Волшебство Это красиво Когда ты декантируешь Вино Переливаешь Рассказываешь Интересную историю Например Это вино Так-то создавалось Вот Это для меня Сомелье И актуально Потому что Мир растет И Ну Хоть что-то В этой стране происходит Допустим С ресторанами И Людям Становится Интереснее Узнавать Например Просто Что такое вино Чтобы не было Таких ситуаций Как про Советский Союз Выше упоминалось Вот Просто Нишевая такая история Допустим Кто-то С сырами Начинает увлекаться Тоже Мне кажется Подходит сюда Как сравнение А Как вы считаете Вот каким Точно не должен быть Сомелье В ресторане Или в винном баре Помимо того Что использовать Тяжелую терминологию Терминологию Снобно Мне кажется Ну Снобом И не должен быть Потому что Это Невежливо К гостям Ну Допустим Человек Даже если Заказывает Какой-то Простой Пиногриджу Или Савиньонблан Из Новой Зеландии Что Многие Сомелье Как бы Не любят И понятно Почему Но Все равно Надо просто Принести Все Без всяких Там Ой Лучше бы Из Луары Выпили И так далее То есть Уважать Самого гостя Не заставлять Его чувствовать Что Ты не разбираешься А я разбираюсь Не перегружать Его информацией И тогда В общем-то Вечер будет Вполне себе успешным Ну да У нас кстати Есть еще Сомелье Бояться не надо Это То же самое Как в аптеке Вы спрашиваете Лекарство от головы И вы же не боитесь Сказать Ой Я вот не знаю Кто его производит То же самое Вы просто говорите Что я хочу Красное вино Которое пахнет Смородиной Пожалуйста И сомелье Он помогает Все Это просто Обслуживающий персонал Ну я бы сказала Это еще и Образовывающий персонал Потому что Он действительно Ваши знания Поможет их Удвоить Утроить Да Если у вас была Какая-то базовая Информация Про вина Или про Wine and food Пейринг То сомелье Должен как бы Образовать То есть подарить ему Не просто впечатление Не просто Распитие Да там Алкогольных напитков С целью Увеселительного Какого-то Да момента Но здесь действительно Дать еще и Очень большие Просторы Да Раскрыть ему Все эти горизонты Как вино Само раскрывается Да Что с ним лучше есть Если эти вины Ему нравятся То можно посоветовать Еще вот такие Такие Домой в подарок Взять То есть Это тоже Очень и Образовательная история Так У нас Есть звонок Сейчас Ответим Добрый день В студии Алло Здравствуйте 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 Ну я вообще Большой любитель Вин Разнообразных И Скажем так Склонна Не зная Происхождения Вина Даже Ощутить Что оно Там Выдерживалось В обожженной Бочке И так далее Да Я просто для того Чтобы так немножко Показать Что я Ну не совсем Лох в этом деле Вот И Толк знаю В коньяках Неплохих Прям вот Люблю это дело Долго И с наслаждением Получать удовольствие Вот Ну Немножко Была Вот Скажем так Уязвлена Нашим гостем Его реакция На звонки Вот так вот Я подумала Что может быть Вы не получаете Дурных комментариев По той причине Что те Кто с вами Не согласны Подвергаются Астракизму И вы смеиваете И как-то Очень даже Ну Не хочется Больше связываться И высказывать Своё мнение Когда вместо Конструктивного Какого-то разговора Получаешь Вот такую вот Высокомерную позицию Не было бы обидно Вот И Как-то так Спасибо Спасибо вам за звонок Арсений Ну сегодня вы просто Прям Раззадорили Наших слушателей Вот смотрите То что Не представились К сожалению Вот Ну ладно То что звонили Вот это конструктив То есть Здесь человек Просто выразил свою позицию Это абсолютно нормальная позиция Когда звонит Мужчина И Искажает мою цитату Это не конструктив Автоматически То есть Это неинтересно Для диалога Это Ну вообще ни о чём То есть Если бы он сказал Такую Почему вдруг так Вы думаете Что необразумно Я бы объяснил Но когда уже Начинается искажение Цитаты Моментально Просто Это уже не конструктив Вот здесь сказали Конкретную позицию Что С высокомерной Какой-то По точке зрения Я это смотрю Нет просто Люди правда Много чего не знают Ну это нормально И я чего-то не знаю Тоже нормально И поэтому Соответственно Кто-то что-то не знает И делает то Не то что Не нужно Но Лучше бы это не делать На мой взгляд Опять же Говоря о вине Вот эти Вышеупомянутые Виды Винных напитков Да Иногда это бывают Даже винные напитки А не вино Ну вот Их лучше конечно же Не употреблять Угу Ну я думаю Что чисто от себя Да Как человек со стороны Думаю что Арсений Хотел сказать Что конечно Если мы сравним 30 лет назад Да Как это все развивалось И был ли У человека Выбор Да И именно Осознанность Да Что ты покупаешь Не просто алкоголь Чтобы напиться А действительно В нем разбираться Ну раньше просто Не было там Каких-то курсов Сомелье Да Я думаю что Или там Мастер-классов На которые можно было Пойти Как-то получить информацию Только Ну интернета Тогда не было Так что ты можешь Зайти Да И что-то погуглить Найти для себя Интересную тему И обучиться онлайн Вот Я думаю что больше Арсений про это говорил Ну вот у нас Кстати есть еще один вызов Добрый день Добрый день Арсений Александр вас беспокоит Скажите пожалуйста Да Здравствуйте Я недавно был в Крыму Я имею право туда заехать Взял я розово-мускатное Фирменный магазин Золотая балка Вот расскажи мне пожалуйста Про шампанское Хорошее оно или нет Благодарю вас Спасибо 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 Во-первых Золотая балка Это не шампанское Потому что шампанское Производится В регионе Шампании С определенными Там Пунктами Правил Конкретно про Золотую балку Я не могу комментировать Потому что я это не пробовал Российского вина Линейку Абрау Дюрсо Пробовал только Вот про это могу говорить Говоря вообще Российском вине Российское вино Достаточно хорошее Я думал раньше Что оно плохое На самом деле нет Самили в России Очень его любят Постоянно его дегустируют Интересные там Всякие Необычные экземпляры Производят В том числе Игристые В том числе Тихие вина Так что Конкретно это Про Золотую балку Я не могу ничего сказать Потому что я не пробовал сам А Абрау Дюрсо Если есть желание Могу рассказать Ну мы кстати Должны напомнить Что у нас Все так же Идет конкурс Да Пожалуйста Присылайте свои варианты Ответов А именно Какое вино Вы бы сами Производили Как бы оно называлось Какая была бы Возможна этикетка Можете свои варианты Ответов Присылать нам На номер 2306191 2306191 Либо звонить нам В студию 67212939 67213939 Если захотите Так что Так же высказать свое мнение Мы открыты Сегодня звонков У нас много Ну а в подарок За самый оригинальный ответ Вы получите дегустацию Мастер-класс Либо онлайн Либо оффлайн Для вас И ваших друзей Окей Сомелье Чем занимается Что это не просто Обслуживающий персонал Но еще и образовывающий Мы разобрались А если бы вам предложили Арсений Работать сомелье Именно штатно В каком-то из заведений Согласились бы И если да То в каком Что вам самому нравится Ну я бы согласился Если бы это заведение Скажем так Подходило под мои критерии И это громко опять же звучит И люди сейчас будут Опять недовольны Что я только начинаю И я уже какие-то критерии придумаю Но правда Если мы говорим О качественном заведении То я не хочу просто Пройти И ничем не заниматься Я хочу чтобы Персонал был профессиональный Который в том числе Может меня научить А я их чему-то научу Ну то есть Такая получится Комбинация хорошая будет Я считаю Вот такие заведения Ну какие например Можно рассматривать Куда бы вы Суверенностью Пошли работать Про рестораны Про рестораны Говоря про рестораны Я сам столкнулся С такой грустной И смешной одновременно Ситуацией Когда я с сентября Подумал что уже пора Монетизировать Своё собственно хобби В ресторанах Оказалось что Сомелье толком нет У нас есть несколько ресторанов Там в районе Окей к 10 Сделаю скидку Там есть сомелье Именно сомелье Которое вот Только жидкое И всё И никаких других историй Там нет Вот Ну сомелье Во-первых Где-то уже занят Позиции Старички Скажем так Рынка Во-вторых Просто нету Там делают всё официанты И владельцы уверяют Что официанты Профессионалы Профессионалы Всё отлично делают Не всегда так Многие даже не знают Что пробку надо понюхать Когда вино подаётся Вот Ну как Не знаю Я не могу назвать Конкретное даже место Вот я сказал Вот критерий Чтобы это было хорошее место Профессиональное Скажем так Ну не просто Чтобы это была бесполезная Трата времени Не для меня Не для работодателя Где я смогу свой потенциал Показать И где работодатель Может что-то мне тоже Новое показать Допустим Поучиться Потому что опять же говорю Я только начинаю Здесь нету Про высокомерие Ни слова Что я там Хочу в самом лучшем Расторане работать А если До пандемии Когда всё было Открыто И у нас не было Никаких ограничений По посещению Какие любили рестораны? Куда сами ходите? Ну я и во время пандемии Всего посещал Во время пандемии Всё шикарно Сочувствовал Только когда уже Тейк-эвэй Когда уже не смогу Конечно посещать Иси Как сейчас Собственно Но я посещал У меня такая была Штука Что правило В одно место Два раза не приходил Чтобы тоже интересно было Ну и какой ваш шок Дать Список Любимых мест В Риге Ну и Из последнего Что мне понравилось Стрит-пицца Бомбическая пицца Там Александр По-моему Управляющий Спасибо большое Потому что Это То, что нужно Людям Вот это Я понимаю Аутентично Так Интересно было Мне всё там понравилось Вот это Наверное Одно из этих мест Которые мне Сто процентов Понравилось Потому что в других местах Новых косяков Каких-то И Чакого разного А на что вы обращаете внимание Когда идёте в ресторан? Обращаю внимание Ну я в том числе В блоге писал про это Про Систему оценивания Которую я придумал Конечно Это то, что мы видим В первую очередь Что это атмосфера Музыка Как это всё вообще выглядит Интерьер Потом Винная карта Потому что ресторан Мы оцениваем в первую очередь По винной карте Если мы открываем винную карту Мы видим там позиции Которые представлены В больших магазинах Допустим Максима Риме То там делать нечего В этом ресторане Владельцу всё равно Он не заморочился Он не нашёл Какие-то интересные вина Он их не привёз Может быть сам Это не обязательно Но это конечно же Плюс Года хорошие Ну как классическое оценивание Винной карты А потом Это непосредственно Уже персонал Как он себя ведёт Хотя бы Правильно ли он общается С людьми Или процедуры Правильно ли выполняются То есть там Процедуры винные Или процедуры подачи Блюд каких-то И конечно же Что ещё Или это Всё Четыре Получается Да Или что-то Я не упомянул А меню Меню главное Но меню еда Непосредственно Тоже еду мы оцениваем Вот Я на это обращаю Всегда внимание Ну по группам Просто распределил И всё А есть ли у вас Какое-то Объяснение тому Почему в Латвии Во многих местах Очень плохой сервис Ну опять же Я думаю Из-за необразованности Может быть кто-то Приходит в рестораны Поработать Ну подработать Имеется ввиду И Не углубляется Так Что я тоже работал В своё время В ресторане Ну как Его сам ресторан Не называю Ладно Это просто Была как бы Работа во время школы Это допустимо Но Лучше же конечно Если человек Вот Я вообще Первый раз узнал Что официант Прям такая работа То есть профессия Ходит Учится Развивается И Тогда будет лучше сервис Опять же Из-за образованности Я считаю Это самое главное Почему у нас Люди не хотят развиваться Да Например Что-то Подтянуть Какие-то Свои навыки По продажам По сервису По знаниям По тем же винам С чем это связано Ну вот я говорю С нежеланием Потому что просто Это В основном Наверное Официанты Это студенты Либо школьники Которые просто подрабатывают Но я столкнулся С такими ситуациями Несколько раз В определенных ресторанах Там так было То есть это просто Школьники Были Поэтому нет плохого Ничего Но обслуживание Ужасное И Точка Ну а владелец Жен Как-то это контролировать Даже то что Обслуживание ужасное Это же не просто Личный комментарий По поводу Конкретного Владелец тоже В этом виноват Потому что владелец Может делать Тренировки Проводить Вызывать специалистов Нанимать Определенных Людей Ресторанных Критиков Некритиков Ну неважно Кто приходит Просто их научит Как вести себя Как Общаться Как вино подавать То же самое Опять же Как с гостем Разговаривать Ну значит Не хочет Получается владелец Вкладываться в свой персонал Это самая главная проблема Ну во-первых Я считаю Владелец В первую очередь Это же лидер Он должен Сделать отличное место Соответственно Про персонал Он должен не забывать Если к нему Пришел зеленый человек Который Много чего не знает Это нормально Ну так пожалуйста Научите его Все А рвение От персонала Тоже должно быть Если работаешь Ну пожалуйста Тоже Интересно же Попробовать что-то новое И поучиться заодно Здесь я по-моему С вами согласна Такой инфантилизм С двух сторон Иногда действительно Кажется Что Зачем мне вкладывать Все и так работает Все и так у нас нормально Да И со второй стороны Что сам Сотрудник Просто не хочет Никак расти И воспринимать Новую информацию Вот от того Мы получаем Плохие отзывы И то что люди Ну уже привыкли Что там не должно Быть чего-то Вау Хотя это неправильно Ну да И как раз таки В открытой кухне Поэтому мы предлагаем Ко вниманию Различных гостей Как он отработал А потом виноторговая компания У нас сейчас Есть миллион Многие Которые начинали С ресторанов Они сейчас Виноторговые компании Вот В Латвии Я считаю это потолок Потому что я больше не вижу Кто-то наверное В других странах Начинает сразу Себя Исследовать Границы открывать То есть он Тут чего-то добился Уехал в Европу Где ресторан Это ресторан А не просто там Как у нас это сделано В основном Конечно же Потому что в Европе Мне кажется Эта культура Больше развита Поэтому он едет в Европу Там что-то делает Это меняется Но у нас Вот я говорю То что я вижу Это потолок Это виноторговая компания Вот Ну может быть Вы имеете в виду Как сейлс-менеджер Который уже Предлагает Би-ту-би Вина По другим сетям И так далее Вы это имеете в виду Ну да Ну то есть Менеджер Виноторговой компании А открыть что-то свое Ну Кто-то открывает Да Ну я знаю Например Вогра открыли Там свое Открыл Сомелье Вот это да Я и упомянул В основном Это виноторговая компания Мне кажется Потому что Все вот наши Сомелье Которые в том числе И в ассоциации Сомелье И на чемпионате Которые Не то что участвуют А судят Уже Такие Ну я говорю Старички рынка Винного Они виноторговые компании Вот То есть они уже Не работают в сервисе Они там уже Не ходят За всякими деканторами Нет Уже нет Ну вы сказали Ну вы сказали про Вот торговые У меня сразу Тоже зародился Ответ Как вы сами Выбираете Вино шампанское На какие вы Оперируетесь Факты Чего Отталкиваетесь При выборе Вина Чтобы вы Какие советы Могли дать Нашим радиослушателям Ну во первых Хочу сразу сказать Что Предельно много Информации В моем блоге Конкретно Про Параметры Кислотные Тонинные И так далее Я просто скажу Как я выбираю Вкратце Это Во первых Начнем с цены У меня Минимальная В районе 10 евро За это Можно тоже Что-то Базовое Понятное Найти Но 15 Это такая Стандартная цена То есть Если хотите Чтобы все было Вот так Без проблем То 15 И потом Я смотрю всегда На винодельню Как я сказал Про масс-маркет Вино Винодельня Самостоятельная В основном Должна быть Чтобы просто Человек винодел С какой-то историей Со своей Там Несколько веков Она может быть И он вкладывает В это свою душ Не просто промышленную Вот я считаю Что надо всегда Обращать внимание На винодельню Непосредственно То есть Это проявляется Элементарно Вы пришли в магазин Видите Вот вам это вино Понравилось Вы проверьте винодельню Просто наберите В интернете И посмотрите Немножко Прочитайте про нее Буквально Одна минута Понять Что это за винодельня Самостоятельная она Или нет В год Ну и соответственно Еще к погодным условиям Многие любят Это выбирать Допустим сейчас нет Сейчас хочется Чего-то такого Более плотного И мощного Опять же без терминов Не хочу и про терминов Сегодня говорить Вот Это базовая Я считаю Цена Винодельня Как я выбираю Еще третье Мое правило Это не повторяться И всегда новый регион Ну то есть допустим Если это страна Франции То там По одному вину Из каждого региона Бывают конечно исключения Но я вот так люблю Чтобы И повторять Что было интересно Самому И мне надо это изучать Все Вот Знаете Вот многие говорили Про этикетки Да и у нас в эфире Иногда радиослушатели Спрашивали Там Стоит ли на это Тоже обращать внимание Как оформлена Бутылка Насколько внешний вид Будет тоже соответствовать Качеству вина Ну надо смотреть Потому что Это тоже Маркетинговый трюк С другой стороны Этикетки Которые красиво оформлены Тоже есть Другая сторона Медали Или как-то называют Потому что Они заморочились Чтобы сделать это красиво Не просто Ерунду Напечатали Все А вот Наняли людей Допустим В Бордо Что это было за шато Я не помню Господи Что это было Ладно Не важно Там художников приглашают И они Один художник Рисует Этикетку Каждый раз Когда она меняется Это не про маркетинг Это просто про то Что им реально важно Чтобы это было красиво И чтобы это Магально И не повторялось Вообще нигде Да Ну а Поэтому Если мы идем Если мы идем В магазин Да За вином Какую этикетку Точно не стоит брать Даже Какую бутылку Точнее С какой этикеткой Не стоит брать В руки Даже по внешнему виду Если у вас уже Ну я Начинаю думать Насчет Я вот точно Ответа на этот вопрос Не знаю Но Конкретно Вот то что Я сейчас упомяну Я Начинаю думать Нужно ли брать И как вообще Это вино попало сюда Когда этикетка Не то что у нас Наклеивается Соответственно Нормативными актами На латышском языке Зади А когда все Наклеено На латышском То есть Сзади Если мы перевернем Вот этот контур Как она называлась Там уже на латышском Есть сразу И это вызывает на мысль Вино сделано во Франции И во Франции Уже наклеили на латышском То есть Если оно будет в Германии Наклеено в Германии Но это странно На мой взгляд Я опять же говорю Может быть это нормально Но у меня это вызывает Какие-то такие Неоднозначные чувства Что конечно не хочу Это брать Такое ощущение Что это клеится Вот где-то здесь Вот Опять же говорю Может это глупости полнейшие Но Я Такое не пробовал Но один раз пробовал Опять же смешное Видео Чтобы сделать И все А говоря о пробке Тоже многие считают Что если вино Закрывается Просто железной пробкой Которую можно прокрутить То тоже Это сразу плохо Что нужно брать Только те У которых есть действительно Ну вот Пробковая пробка Которую нужно Спуститься Ну да Это классические мифы вина Это абсолютно нормально Что пробка винтовая Screwcap Австралия Германия Это все про вот это И это нормально Абсолютно В этом нет ничего плохого Потому что Есть разные виды пробок Есть обычная пробка При этом там еще Перечисления есть Натуральные еще Вот И непосредственно Вот этот screwcap То есть хотите Пожалуйста В этом нет ничего плохого Какие еще мифы О вине вы знаете И какие мы можем Развести сегодня В рамках нашего эфира Порошковое вино На одном дне рождения Мне рассказывали Что ну вот в Грузии Раньше было настоящее А вот сейчас Конечно что это порошок Полный бред Потому что зачем На какой-то мне Порошок тратиться Если я просто В Испании за 50 центов Покупаю виноград Давлю его Вот у меня вино Нормальное За 2 евро Все договорились Порошковое вино Почему так называется Вообще Виноматериал То есть виноматериал Это то что не разлито В бутылку Соответственно Там просто сухое Написано Сухое Потому что Ну вид вина сухой Там есть полусадки И сладкое И так далее Вот И люди думают Что это именно Порошковое вино Ну конечно же нет Можно За минимальные Какие-то деньги Покупать виноград Он много где растет Сейчас И все Порошковое вино Это дорого Никто не будет его делать Есть еще вопрос У нас От радиослушателя Написали нам Ватсап Можно ли заказать Пробник вина Онлайн Из частной винодельни Ну мне кажется Можно попробовать Мне тоже советовали Так вот кстати Российское вино То что вот Мужчина звонил Попробовать Российское вино Надо общаться Потому что на самом деле Вот что хочу сказать Про общение Про виноделов Они любят Когда с ними общаются Я например Переписываюсь Тоже когда в инстаграме Что-то выкладываю Я пишу там Некоторым домам Шампанским Спасибо Мне понравилось Они мне что-то отвечают То есть это всегда происходит Пишите Хоть в инстаграме Хоть почту Посылайте Они я думаю Готовы отвечать Особенно те Которые Маленькие Потому что там Конкретно один человек Вот дедушка Какой-то дед Ну и все А большие компании Тоже могут спокойно отвечать Потому что у них целые отделы Которые этим занимаются Все вот эти Пресс Такие центры Не знаю На которые И сайт Их Создают И так далее То есть это большие уже холдинги То есть А как бы вы посоветовали Тогда просто Заходить на сайт Или вот через инстаграм Связываться Ну да Найти контакты Просто и спросить Там Вот мне Извиняюсь Понравилось Ваше вино Пришлите Пожалуйста Пробник Я хочу его попробовать Скажите Что оплатите Доставку Ну и просто За него заплатите Как-то так Или пробуйте Узнать Может быть оно у нас уже есть Ищите по импортерам Потому что Не во всех магазинах Его можно вообще найти Ищите через импортеров Смотрите в интернете Какое Кто вино привозит И связывайтесь с импортерами Потому что Иногда можно У импортера Непосредственно купить Но цена Не всегда будет Кстати дешевле Это важно Да Тут главное Что еще нужно понимать Что все равно За пробник Вы заплатите деньги Никто бесплатно Никто бесплатно Не будет отправлять Правильно Ну да Я думаю просто Что здесь Как раз Радиослушатель У нас спрашивал Что он Бесплатно Знаете Как тестер Типа в магазине Дают Но я думаю Что с вином Так точно не прокатит Ну да Плюс если вы будете Заказывать это Из какой-то Наденья Ну а надо понимать Как это Если там Ну дальняя страна Он пока сюда приедет Сам пробник То есть это уже получается Открытая бутылка Либо из бочки И он уже умрет Пока он доедет Так что лучше конечно Целую бутылку Как пробник Тогда просить Уже не знаю Ну простите Опять же я говорю Мне кажется Это не очень корректно Просить бесплатно Сколько таких людей Будет Которые будут просить Отправьте нам Попробовать Ну то есть нужно же Уважать тоже чужой трус Любая услуга Должна быть оплачена А не так что Мы просто отправили Ну да Я имею ввиду Что попросить Прислать С оговоркой Что будет все оплачено Бывает что Допустим опять же Российское вино У нас не представлено Столько из российского вина Представлена линейка И то не полная Это Абрау Дурсо Все Я может быть Хочу вот эту балку Попробовать Тогда могу писать И просить прислать И я за все заплачу Хорошо Хорошо Ну вот такие вот советы Мы сегодня дали Нашим радиослушателям Арсений У нас еще Три минуточки Остается До окончания Нашего эфира Давайте так Что у вас в планах дальше Что мы будем видеть В блоге В ближайшее время Ну дальше Побольше активности Я думаю будет Потому что с Нового года Это все Больше и больше Пошло Продолжится Заметки Буду писать о вине Главное оценю блога Делюсь любовью К вину Через заметки Фотографии То есть вы читая Мою одну заметку Можете узнать Про регион Одновременно со мной То есть я вберу Узнаю и все И видео всякие Да смешные будут Там с бабушкой Наверное И сам буду что-то делать Вот Ну и какие-то Может быть Даже монетизации Там с инфопродуктами Что-то такое То есть Вот 21 год Будет достаточно Активным Интересным Наполнен Интересными Также Событиями Да Которые вы будете Выкладывать И у нас есть Кстати Два варианта Ответа На дегустацию Которую мы разыгрывали Значит первый вариант Это black Черная этикетка Черная бутылка И сорт вина Пино Нуар И второй Это зимний вариант Называется тоже Зима Вся бутылка Сделана под лед С характерными Такими Ну я так понимаю Здесь написали Про Когда она так Знаете Вот ты достаешь Бутылку Как водку Из морозильника И она такая Как будто бы Вся затуманенная Да И Сорт винариоха Кого выберем? Ну Первый Понравился Понравился Полностью черная Стилизованная Согласна Что было бы Пино Нуар Интересный Хорошо Подошло бы Ну мне кажется Да Супер Тогда я Пино Нуар Интересный Элегантный Черный Так выглядит Красиво Тогда я вам Пришлю контакты Человека Который нам Отправил Этот вариант Ответа Арсений Я благодарна вам За сегодняшний эфир Я думаю Что было полезно Всем познакомиться С вами Вот Ну конечно Вызвали Вот тут у нас Ажиотаж Среди наших слушателей Ну наверное Раз вы Раз вы Запоминающаяся Персона То По другому Быть не должно было Я желаю вам Чтобы в этом году У вас все получилось Чтобы несмотря на пандемию Никакие планы Не срывались Вот Ну а с нашими Радиослушателями Я прощаюсь До следующего Понедельника Валерия Иванова И Родион Золотарев Спасибо Открытая кухня День в день Час в час Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...